Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и настала наша традиционная русская зима. Ну, зима не зима, а программа «Думай, знай, познавай» снова с вами. Я и ведущий Кирилл Махров. Как всегда, пять вопросов готовы, и мы хотим задать их очередному участнику. Поехали, зададим! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Елена Горванова. Елена, очень приятно. Меня Кирилл зовут. Елена, ну что, пять коротких вопросов, и, как я говорил, вы телезвезда. Ну, телезвезда уже, поэтому в любом случае эти пять вопросов у нас, как говорится, формальность. Знаете ли вы, что Хрущев передал в состав Украины Крым в честь знаменательного юбилея? О каком юбилее идет речь? Варианты ответов. Триста лет? Двести лет? Четыреста лет? Или пятьсот лет? Как вы думаете? Я думаю, двести лет. Ну, вот жесты такие доброй воли, представляете, да? Да. Ну, честно сказать, не знаю ответа. Думаю, двести лет. Двести. А если я скажу, что двести неправильно? Значит, один балл мне будет. Один. Ну, давайте, смотрите. Давайте двести исключим из этого. Триста? Четыреста? Или пятьсот? Как вы считаете? Пятьсот. Пятьсот. А на сколько баллов? Один. На один. Ну, правильный ответ. Триста лет. После матча Аргентина-Ямайка, закончившегося со счетом 5-0, группа Чаев написала легендарный хит. Какая боль, какая боль. На каком чемпионате мира состоялся этот матч? Вариант ответов. Италия-1990-й, Франция-1998-й, Германия-2006-й или ЮАР-2010-й? Вообще нет, я не имею понятия вообще про футбол. Ну, смотрите, Италия, Франция, Германия или ЮАР. Давайте мы, знаете, даже так сделаем. Италию исключим. Франция, Германия или ЮАР. То есть в 98-м году, в 2006-м или 2010-м? Пусть будет в 2006-м. Ну, правильно, в 1998-м, Франция. Невероятно, но еще до 240-го года до нашей эры астрономы этого государства начали документировать появление кометы Галлея. Какое это государство? Япония, Китай, Индия или Майя, как вы думаете? Телезвездой стать не получится, чувствую. Ничего страшного. Ничего страшного. У меня вопросы все разные. И все очень сложные. Ну, почему сложные? Вот как вы думаете, в каком государстве вот 240 лет до нашей эры астрономы начали фиксировать комету Галлею? В Японии, в Китае или в Индии? Пусть будет в Индии. В Индии. А почему? Не знаю. Не знаю. Ну, Япония. А почему Япония? Там очень высокие технологии. Ну, 240 лет до нашей эры? Может быть, уже было что-то. Понятно. Не знаю. Ну, а давайте еще вот предположим. До нашей эры. Да. До нашей эры вообще. Я не помню, что было. Ну, из документальных источников. Ой, еще какие там варианты? Вообще ничего. Япония, Китай или Индия? Значит, Китай. Китай. Да. Это правильно. Конечно. Да. Все хорошо. Космонавт Сергей Крикалев вошел в историю космонавтики во время своего второго полета из шести. Вылетев с Земли 18 мая 1991 года он установил рекорд, который сложно будет повторить, проведя в том полете в космосе почти 312 суток. Что это за рекорд? Вот смотрите, да? 18 мая 1991 года он вылетел, провел 312 суток. Вот какой рекорд? И вы... Ну, я думаю, самое продолжительное пребывание в космосе. Самое продолжительное. А вот вам 18 мая 1991 года ничего не говорит. Нет. А потом 312 суток он провел в космосе. 18 мая. Вот он вылетел 18 мая 1991 года в Советском Союзе. провел 312 суток. А, да, Павел вылетел в Советском Союзе и прилетел в Россию. А прилетел в Российскую Федерацию. Это правильно. Видите, как все хорошо. Из скольких ингредиентов бабуля состряпала сказочного героя по имени Колобок? Вот сколько там было ингредиентов? По сусекам по скребла. Да, да, вот, вот, вот. Думаю, немного. Мука. Больше я ничего не помню, из чего она. Масло. Мука, масло, да. Ну, все, наверное, яйца. А еще какой? Вот, да, даже достаточно сказать, сколько вообще этих было ингредиентов. Не надо там их... Да? Да. Ну, 3. 3. Нет? И это правильно. Действительно было 3. Смотрите, мука, масло и сметана. Да. Ну, так получилось, что 20 баллов вы не набрали. Но вы на большинство вопросов ответили, поэтому... С вашей помощью, да. Поэтому звание интеллектуала с вами закрепится в нашем городе Видно. Спасибо вам огромное. Спасибо за участие. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!